Приветствую вас, и первое, что мне хочется вам сказать заключается в том, что любая неуверенность в себе и есть, по сути, корень стеснительности. То есть вы стесняетесь потому, что в себе неуверенность. А неуверенность в себе вы потому, что у вас есть. Определённого рода комплексы. Комплексы – это очень сложное образование, которое можно объяснить несколькими определениями, но суть заключается в том, что вы вырываете определённые признаки, из которых потом образовывается комплекс, и связываете их для себя во что-то одно. При этом, если говорить о признаках, то эти признаки могут быть совершенно разные. Из-за этого получается достаточно искращённая картина мира. Мне кажется, что самым лучшим пониманием комплекса является такое. Представьте себе, что вам предлагают отобрать, ну, по каким-то признакам определённые фигуры. Вот вам говорят, там, есть красная фигура, она, там, допустим, трёхсторонняя, то есть у неё три угла, эта фигура, и так далее. И если вы не знаете, что это такое, вот у вас есть просто признак красная и трёхугольная, то вы пытаетесь этим признакам искать во множестве этих фигур, которые вам прорастали. И вы начинаете думать, так, как трёхугла, вот трёхугла, вроде бы, но так, цвет, вам требуется время. Если бы вы сразу поняли, что вам нужно найти, например, красный треугольник, то вы для вы бы достаточно быстро его нашли. Вот именно так работает комплексное восприятие вообще всего, что происходит с человеком. И с вами то же самое. Осознание того, в чём именно вы не уверены, отсеивание ненужных клиников и поможет вам более лучше определить для себя причину вашей измельченности. Само по себе не уверены, сама по себе не уверены. Она подразумевает определённую вашу слабость в том, что вы делаете. То есть, я не уверен в себе, в чём-то, потому что я сомневаюсь, что у меня это получится. Я сомневаюсь, что я там могу что-то сделать. Именно поэтому у меня есть неуверенность. Значит, чтобы мне избавиться от неуверенности в этом моменте, мне нужно сделать две основные вещи. Первое. Перестать равняться в восприятии себя самого на других людей. Вообще на кого-либо. Я такой, какой я есть. Со своими плюсами, со своими минусами и так далее. И заметьте, что ваш мужчина, с которым вы встречаетесь, он принял вас такой, какая вы есть. То есть, для него стеснение не есть проблема. А может быть, даже наоборот. Вызов, там, привлекательная черта и так далее. То есть, его, ваша действительность, не отболкнула. Значит, он вас принял. Такой, какая вы есть. А вы нет. Вот первое, что нужно сделать, это поменять себя. Для чего это нужно? Чтобы вы установили единственный стандарт свой. Это стандарт только вы. То есть, человек является мерилом самому себе. Не другие люди, нет. Только человек. в том, что касается его, именно, личной, личной, личной жизни. А когда вы встречаетесь с молодым человеком, это и есть личная жизнь. Значит, вам не нужно быть в ней, похожей, на кого-то другого. Этот этап очень важен, но он не единственный. Дальше происходит следующее. Вы приняли себя, начали воспринимать, как вот вам мой коллега посоветовал, да, полюбить вашу стеснительность. А дальше, что делать дальше? А дальше нужно совершенствоваться. Дальше нужно совершенствовать себя и развивать свои качества. Тесняйтесь в чем-то, где-то не уверены, ставьте себе задачи и начинайте в этом направлении работу. То есть, добивайтесь чего-то и начните с малого. Одновная проблема заключается в том, что люди хотят сразу все очень быстро получить. Сразу всего очень быстро достичь. Так не бывает. Так не бывает. Постепенно, помаленьку, поставьте себе цель, цель, например, избавиться от нестеснительности в каждом какой-то сфере, допустим, в каком-то смысле, допустим. Вот вы здесь пишете, что во всех планах, планах вы испытываете стеснение. Значит, нужно выбрать какой-то план в том контексте, в котором вы его употребляете и в нем пытаться свою стеснительность подавить. Но насколько, насколько это нужно сделать? Насколько, насколько для вас это возможно? Потому что указывают свои пределы возможностей. Это нужно понимать. Все указывают свои пределы возможностей. и у вас они свои. И подавить вы свою стеснительность определенными поступками, да, определенными там действиями, только в том случае, если будете каждый маломальский успех воспринимать очень положительно, радоваться им. Вот я добилась, вот я смогла и быть готовой к тому, что в определенный момент вы упретесь в потолок. В потолок чего? В потолок вы упретесь своей личности. то есть есть какая-то доля стеснительности, которая вам присуща. Она присуща человеку, ну вот, силу его индивидуальности. это хорошо. Определенные стеснительности красят женщин. А мужчинам нравится, когда женщина стесняется. И им нравится такую женщину раскрепоща. Так что в этом контексте у вас даже есть некий положительный момент в том, что вы стесняетесь. Но это не все. Следующий важный момент. Вот вы поставили себе цель, да, избавиться от стеснительности в каком-то плане. Хорошо. Этого мало. Только цели мало. Есть несколько, ну, некоторые элементы, очень важные элементы, которые, ну, необходимо учитывать. Во-первых, есть требования для достижения цели. Условно говоря, цель мы разделим на задачи. Задачи это более приблизенные к нам такие промежуточные цели. Для выполнения задач есть требования. Есть условия выполнения задачи и средства. Средства доступные только вам. Вот это все нужно проанализировать для себя. Какие требования, какие условия, какие средства вам доступны. И в зависимости от всего этого действия, хоть действовать. Действовать последовательно и достаточно четко. И тогда, когда вы достигнете определенного успеха в выполнении задач, в достижении цели, когда вы будете видеть, что вы двигаетесь к выполнению цели, выполняя вот эти промежуточные задачи, вы и начнете ощущать снижение стеснительностью. И она у вас будет понижаться. Но ее понижение будет ограниченным. Ее понижение будет таким, каким оно возможно в потенции, то есть потенциально. И вот это нужно тоже четко понимать, что полностью избавиться от стеснительности у вас не то, что не получится, у вас получится, вы сможете. Особенно если начнете действовать так, как я сказал, вы сможете. Но не стоит. Потому что стеснительность делает вас той, кто вы есть. И парни вы без стеснительности можете не понравиться. Совсем без стеснительности вы ему можете не понравиться. Это тоже нужно помнить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, обращайтесь в личку. Помогу вам. если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете улучшен. Желаю вам всего доброго и удачи. 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 Продолжение следует...